Всем привет, мои друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames, друзья, и мы продолжаем проходить игру под названием Saurian. Всем тем, кто не смотрел первую серию, обязательно советую её посмотреть. Ну, а тем, кто смотрел, напомню, что было в первой серии. В первой серии, друзья, мы немножко разминулись со своей семьёй, мы потерялись, и наш малыш Дакота Раптор начал самостоятельную жизнь. Мы, кстати, даже на стадии Джува успели поохотиться на Дэйна Зухов. Кстати, мы даже отведали вкусненькое мяско от одного из них. Прошла ночь, мы поспали, и начинаются у нас новые приключения, новые путешествия. Довольно-таки опасно сейчас выходить на пляж на этот, но мне нужно попить воды, мне нужно напиться, и нужно продолжать своё путешествие. Кстати, где-то я неподалёку видел стадо, по-моему, галимимов, если я не ошибаюсь. Так, ладно, пойдём поищем галимимов. Возможно, они меня не затопчут. Я не буду... Вот, смотри, вон они, Дэйна Зухи, вот они, эти самые крокодилы. Они плавают в воде и ждут, когда какая-нибудь жертва заплывёт в воду, и она будет готова меня схавать, съесть, сцапать, назови как угодно. Так, ладно, пойдёмте. Так, мне, конечно, нужно ещё, наверное, подкрепиться, я думаю. Пока ничего я не наблюдаю, что можно было бы съесть какую-нибудь мелкую, не знаю, дичь, наподобие крысы, либо змеи какой-нибудь. Ничего нету. Так, а что у нас по возрасту? Так, возраст у нас... Нам всего лишь... А, нет, нам пока ещё где-то месяцев, наверное, приблизительно 10. Мы ещё совсем маленькие. А где еда? Где еда? Где-то, по-моему... Подожди, я же только что вынюхал. Только что... Только что что-то светилось синим. Нет, ну я серьёзно, подожди, ну я же видел, блин. Это был не обман зрения, реально, я видел. Так, ну ладно, пойдём дальше, пойдём вглубь. Я надеюсь, меня сейчас никто не выскочит из кустов и не съест. Хотя бы чьи-нибудь следы вынюхать. По-моему, слушай, я забрёл уже так далеко? Или... Все мигрировали куда-то в другую сторону, непонятно. Ушли глубже в лес, что здесь, по-моему, даже я никого не вижу. Даже тех самых големимусов, про которых я вам говорил в начале видео. Так, ну ладно, давай пробежимся дальше, посмотрим. Какие-то болота, по-моему. Одно куваканье лягушек и больше ничего. Ладно, попробую пробежаться дальше. Так, друзья мои, я нашёл стадо. Это у нас, по-моему, майки. Да, это майозавры. Мне интересно, это то самое стадо, которое попалось нам с вами в первой серии? Пойдём немножко поагрессируем на них. Просто пробежимся мимо. Один раз агрессируем и уходим. И уходим. Так, майка, по-моему, напряглась. Ладно. Стой. Хорошо. Давай поищем. Давай всё-таки поищем что-нибудь поесть, короче говоря. Ну его нафиг этих маек. Так, я что-то нашёл. Это хорошо. Вынюхиваем. Я так понимаю, это маленькая ящерица, которую я сейчас буду есть. Блин, я скажу так, что вот эти вот ящерицы, они здесь довольно-таки очень шустрые. И угнаться за ними очень тяжело. Только если быстро включить вид от первого лица, то, конечно, нам удастся. Вот как, в принципе, сейчас отлично. Давайте насладимся миском. Кстати, нам уже скоро годик. Мы будем совсем взрослым декораптором. Подожди, вон там декораптор? Там ещё один декораптор. Я надеюсь, он нас услышит. Да, вот следы, следы декораптора. В смысле, я не хочу спать. Нет, я не хочу спать. Вот, подожди, вон малыш, декораптор. Декораптор. Малой, подожди меня. Или, как бы, мне не стоит, наверное, лучше... Почему такая музыка пошла агрессивная? Это стая других декорапторов? И мне нельзя сюда заходить? Нет, ну мы же все одинаковые. Где он? Я не хочу пока ложиться спать. Так, меня напрягает эта музыка. Это чужая территория? Или что это? Короче говоря, давайте, наверное, ляжем спать. Дождёмся утра. И пойдём с вами дальше. О, даже у меня полученном достижением. Соня. Здорово. Я так понимаю, у нас сейчас рассвет. Моязавры как будто отсюда вообще не уходили. Пойдёмте по следам декораптора. Куда он мог уйти? Слушай, может быть, это кто-нибудь был из состава моей семьи? Какая-нибудь моя с сестрёнкой, либо братик? Тогда, возможно, я увижу свою маму или папу. Так, вода – опасность. Надо знать, что вода – это опасность. Одни майки, одни майазавры, и больше здесь ничего нет. Стой, 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 стой. Вон декораптор. Так, если сейчас будут какие-то подлагивания, друзья, я извиняюсь. Да, это декораптор. Так, мне интересно, мне удастся ли переплыть озеро? Сейчас довольно-таки очень опасно, друзья. Мама, ты ли это? Или папа? Так, по-моему, с той стороны у нас уже стоит дейнозух. И он готов накинуться на вот этого взрослого декораптора. Так, на берегах нужно быть аккуратным. Конечно, ночное плавание, ночная охота – не самое лучшее время. Ну и что, декораптор испугался и поплыл обратно на берег? Что-то я не пойму его стратегия. Так, короче говоря, я буду переплывать. Нужно. Давай, 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 давай. Давай, малыш, быстрее из воды. Наконец-то-таки рассвет. Давай понаблюдаем за этим декораптором. Что он хочет сделать? Самое главное – аккуратно не нарваться на дейнозуха. Ого. А вот и он. Что у нас? О, ребята, нам исполнился ровно год. Практически, да? Мы немножко повзрослели. Это хорошо. Что пытается сделать декораптор? Блин, нет, я, конечно, понимаю, если бы это был The Isle и это был бы какой-нибудь игрок, то можно было бы понять, что он хочет сделать самоубийство. Но... Боже. Вылезай оттуда. Не надо меня так пугать. Ты взрослый, большой, и ты должен защищать меня, малыша. Ну его нафиг. Я, короче, пошел отсюда. Я пошел дальше вглубь леса. Куда же делись малыши декорапторов? Вообще, я застрял на каких-то болотах. Посмотри, еще одна река, через которую, честно говоря, мне, опять же, страшно плыть. Вон там он. Вон он там. Вон там сидит Дейна Зух. Тут кругом эти реки, болота. Непонятно, что здесь происходит. Стоп. А кто у нас на том берегу? По-моему, еще майки. Слушай, а как-то можно спокойно обойти это озеро? Чтобы не переплывать. Короче, давай дождемся рассвета. Я думаю, это самый лучший вариант будет. В потемках бегать просто невозможно. Наконец-то рассвет. Посмотри, вон там еще декораптор. Там... Стой. Там семейство декорапторов. Я должен к ним попасть. Возможно, это мои родители. Да, я знаю, это будет опасный, опасный сейчас такой эксперимент, блин. Переплыть озеро, где кругом одни Дейна Зухи. Рискованные вообще действия сейчас. Так, я надеюсь, это не пахи. Если это пахи, это будет полный провал. Нет, это, по-моему, пахи, но вот там... Там точно, да, там декораптор. Мама, я иду. Пожалуйста, дождись меня. Не бросайте меня, ребята. Я не хочу остаться один. Так, пахи не будут нападать? Вы же милые существа. Мама, я здесь. Плыви ко мне, быстрей, быстрей, быстрей. Подожди, она меня заметила. Она меня заметила, она должна вернуться ко мне. Но здесь же не настолько тупые боты. Или что он делает? Они, по-моему, привлекают Дейна Зухов. То есть он привлекает Дейна Зуха живой приманкой? Что-то я не понимаю. Боже. Да, ребята, да вы здесь все рискованные, парни. Так. Ой-ой. Смотри, пахи не нравятся, когда я приближаюсь к нему. Обрати внимание. Да-да-да-да. Пахи немножко недоволен. Мне кажется, короче говоря, в этом жестоком мире мне придется выживать одному. Так, ну ладно, хорошо. В общем говоря. Так вот, раптор тот меня не хочет. Не хочет составить... Или, как правильно сказать, не хочет меня взять под крылышко своей семьи. Еще пахи. Так, мне нужно покушать. И чем быстрее, тем лучше. Можно, в принципе, пробежаться потом вглубь вон того леса. Где мышь? Или это крот? Да, это, наверное, был крот, скорее всего. Давай-давай, мне нужно насытиться. Блин, что-то я, знаешь, я не заметил жажду. Мне надо было, наверное, напиться воды, а потом уже уходить дальше. Давай вернемся тогда к реке. Я надеюсь, недалеко от нее ушел. Надеюсь, что нет. Ой, ой. Пахи. Почему он нарезает такие огромные круги? Что он делает? А где тот самый раптор? По-моему, он убежал, его нету. Ладно, хорошо. Хорошо. Ага, я понял, короче. Они тут все, вот эти пахи и Дакота Раптор, они, короче говоря, охотились на Дейнозуха. Только я не понимаю, вот как в первой серии я заметил, когда Дакота Раптора... А, простите, Дейнозухи. На Дейнозухов охотились пахи. Зачем нужно это пахам? Ведь они травоядные, блин. В чем прикол? Вообще, боты, конечно, здесь умные, но... Стой. Это черепаха? Да, это черепаха. Интересно, что с ней можно сделать? Покусать ее или что? Хотя, вообще, это был бы прекрасный кусочек мяса. Я прыгнул к ней на спинку. Смотри, она спряталась, блин. Интересно, а можно пробить панцирь? Давайте попробуем поклевать, почему бы нет? Да, конечно, так я ее и взял. А если попробовать укусить за голову? Нет. Тоже не удается, но это прикольно. Посмотри, я встретил здесь черепаху. Классно. Кстати, вообще, дакота-рапторы, они могут каким-то образом залезать на деревья. Да! Посмотри, я могу ползать по деревьям. И, кстати, с высоты птичьего полета мне будет намного все виднее. Так, переместимся. Давайте прям на самый максимум, наверное, на самую макушку залезем. Почему бы нет? Ого! Классно! Интересно, как мне потом спускаться отсюда? Так, вот, смотри-ка, обалдеть, шикарно. Такой себе сидит, да, забрался на веточку дерева мезозойской эры и сидит такой, смотрит себе странный в сторону, такой эдакий разведчик. подожди-ка, кто там вдалеке? Я не пойму, кто-то пришел к озеру. То ли галики, или кто это? По-моему... Нет, стой. Это... Нет, мне кажется, это галики. Да, это галики. Слушай, хорошо, так как все видно, блин. Опять эти... А, это шанты. Это шанты, по-моему. Ого! Да ладно, здесь даже есть птицы. Ну, нифига себе, классно. Нет, это шикарно. Слушай, вот он такой эдакий разведчик, да? Клево! Ну что ж, друзья, наверное, на этом вторую серию нашу с вами завершим. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх. Приключение нашего Дакота Раптора только начинается.